Мы снова стоим с вами на ступенях храма. Я хочу еще раз сказать, здесь Иисус учил. Известный космонавт Армстронг, американский, который побывал на Луне и уже после того, как стал знаменитым, приехал сюда, он сказал, что для него гораздо большим шокирующим и прекрасным впечатлением было стоять на этих ступенях, где учил Иисус, чем даже на Луне. Мы не можем не согласиться с ним, потому что для любого верующего человека прикоснуться рукой к тем святыням, которые хранят, может быть, до сих пор еще в себе или на себе отпечаток стопы Иисуса или тепло его рук. Что может быть радостнее после вести о спасении? Иисус стоит в этом месте, он продолжает учить, время его приближается. И он использует каждую минуту, говоря и нам, мы можем сделать абсолютно то же самое. Думая о себе, как будто мы живем сегодня в последний день, полностью выкладываясь, отдавая все. И вот он стоит, Писание говорит в 37 стихе Евангелия Тана, последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил. Что такое последний и великий день праздника? Праздник продолжается 7 дней, последний день праздника называется Ошиана Раба или по-русски Великая Асана. Стоит себе задать вопрос, а что такое вообще Асана? Часто люди думают, что это значит слава, часто люди думают, что это синоним слова прославления, а иногда Аллилуйя. Не совсем так. Слово Ошиана состоит из двух слов. Ошиа обозначает спаси, на, пожалуйста, молим тебя. То есть Ошиана, большое, огромное спасение, раба обозначает огромное, обращенное Господу Богу. Господь Бог, спаси нас всех, пожалуйста. И это основное, к чем мы к тебе обращаемся. Именно, конечно же, в эти дни как никогда важно было проповедовать милость Божью. Потому что это были дни, завершающие дни праздника, из которых мы знаем, что пророка Захария это единственный праздник, который наверняка будет праздноваться в тысячелетнем царстве. И все будут приходить на этот праздник. Иудеи, Иеллины. Писание предупреждает, что кто-то не будет приходить на этот праздник. У него не будет дождя. Почему дождя? Почему это считается очень серьезное проклятие? Потому что, как мы сейчас увидим, понятие воды или понятие дождя, оно всегда ассоциируется в Израиле с благодатью, со Словом Божьим. Итак, последний великий день праздника. И Писание говорит нам, что Иисус стоит, возглашая и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Еврейская традиция. Про возглашение, чтение Торы или самые важные утверждения делается стоя. Их комментарии человек садится. То же самое было в синагогах, где учил Иисус. Он стоит, читая Торы, потом садится. И вы увидите это постоянно в рамках служения Иисуса, когда Он поднимается в Галилею. Он сидит, обучая. Это специальная еврейская традиция, которую мы видим и здесь. Итак, Он говорит, провозглашает, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Иисус сказал Он о духе, которого имели принять верующие, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Несколько вещей очень важных с моей точки зрения. Во-первых, давайте вспомним, о чем мы с вами говорили. Праздник Суккот или праздник Кущи заканчивается позади длиннейшее лето. Шесть месяцев не было ни капли, я имею это в виду, ни капли дождя. Вся вода, которая сохранена была зимы в цистернах, уже практически на исходе. Нет кондиционеров, нет охладителей, нету никаких мест, куда можно бежать от этой жары. Правда, в Иерусалиме все-таки полегче, чем, скажем, в Кейсарии, тем не менее жарко. Итак, праздник заканчивается, жара, люди истосковались по воде. Оттуда, из города Давидова, левиты поднимаются и несут воду на храмовую гору. И естественно, каждый хочет прикоснуться, каждый хочет освежиться, каждый хочет наполнить свой рот чистой водой. И естественно, Иисус на этом фоне, когда проявляется жажда человеческая, он как бы переключает внимание с плотской жажды на жажду духовную. И он говорит, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Мы говорили с вами об этом. Часто живая вода связывается со святым духом. И здесь он говорит, сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Я верю, что каждый верующий человек имеет Святого Духа и исполнен Святым Духом. Писание говорит, что мы все запечатаны Духом Святым в день нашего уверования. Теперь Иисус сравнивает живую воду или Слово или веру с этим состоянием, когда на нас будет Святой Дух. Веру еще не имели Святого Духа. Но как это может быть, вы спросите. Разве Святой Дух Ветхого Завета и Святой Дух Нового Завета, это два разных Святых Духа. Мы знаем, что Дух Божий носился еще в самом начале над этим миром, и это тот же самый Святой Дух. Мы также знаем, что Святой Дух почивал даже на Сауле, на 70, часто на Давиде. Но разница, с моей точки зрения, между действием Святого Духа, то, что мы называем Ветхозаветными временами, и то, что мы называем Новозаветными временами, принципиально заключается в следующем. Ветхозаветные времена человек был посещаем, ведом Святым Духом, но мы нигде не находим утверждения того, что Он был запечатан Святым Духом. Дух приходил и уходил. Давид просил, чтобы Господь Бог не отбирал от Него радости, не отбирал от Него Святого Духа. Дух оставлял людей, они надеялись, Он приходил, совершали чудеса, пророчествовали и опять от них уходил. То есть, грубо говоря, в Ветхозаветное время Святой Дух имел функции посещения людей, но Он временами отходил от них. Когда же мы говорим о Новозаветном времени, Святой Дух, посещая людей, если Он их посещает, если они уверовали, Он запечатывает их сердца и они становятся тело человеческое или душа человеческая, становятся кладезью или становятся храмом для Святого Духа. Но поскольку здесь, в этой ситуации, мы живем с вами еще в Ветхозаветное время, я хочу подчеркнуть еще и еще раз. Сейчас авансцена, обстоятельства, исторический период Евангелий – это абсолютно ветхозаветный период юрисдикции, законно в ее ветхозаветном понимании. Мы можем, по сути своей, говорить о Новозаветных Писаниях лишь в момент дарования Святого Духа во второй главе Деяния апостолов, когда Иисус посылает вместо себя Духа Утешителя и с момента возникновения Церкви. Это уже новозаветный период во всем параметрам и во всех отношениях. Но до этого времени действуют абсолютно все постановления Моисеева Закона, несбалансированные новой ситуацией или образованием Церкви. Поэтому Иисус, естественно, говорит, вернее Иоанн говорит, сказал он о Духе, которого они имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что те немногие или многие, может быть уже тысячи верующих в Иисуса еще не были запечатаны Святым Духом. Они получили откровения в рамках Ветхого Завета и являлись во всех отношениях ветхозаветными верующими. Многие же из народа, услышав все слова, говорили, он точно пророк. То есть его уже поднимают в ипостаси от обыкновенного человека, или как недавно они совсем говорили, наверное, в нем без, до понимания пророк. Пророк, еще одна важная вещь, мы должны понимать, что это вовсе не человек, который предсказывает будущее. Для этого есть три разных слова в иврите, одно обозначает пророк, другое обозначает провидец, третье обозначает предсказатель, Нафан, Гад, Давид, это все три разные категории, три разных, как сегодня сказали бы, должности. Так вот, в данном случае пророк имеется в виду не тот, который предсказывает будущее, что, к моему глубочайшему сожалению, сегодня стало в церквях пониманием основной функции пророка. Нет, ни в коем случае. Пророк это был человек, который, зная Слово Божие или понимая его, имел смелость приносить народу, или рассказывать народу правду об этом народе и правду о самом себе. Если вы посмотрите в писаниях ветхозаветных, то, наверное, 70-80, если не 90% всего того, что говорили пророки, они не предсказывали будущее. Они просто упрекали народ, ободряли его, направляли его и говорили ему, что непосредственно необходимо для освящения. Другие же говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилея Христос придет? То есть разделение в народе. Кто-то говорит, что он пророк, кто-то говорит, что он мессия, а кто-то говорит, опять-таки, возвращаясь к любимой, излюбленной теме, разве пророк может идти из Галилеи? Вы помните во второй главе Деяния и апостолов, когда заговорили на разных языках присутствующие при даровании святого духа, возникли разногласия среди евреев. Они говорили, как эти люди вообще могут говорить на иностранных языках. Они же из Галилеи. Нравится нам это или нет, но в те времена термин «галилеянин» обозначал человек недалекий, человек неразумный, человек глупый и человек необразованный. Если хотели кого-нибудь обидеть, говорили, а он галилеянин, а он неразумный. Поэтому тогда во второй главе Деяния и апостолов они и говорят, разве здесь все не из Галилеи? Здесь же, когда говорится о том, что он же из Галилеи. А если он из Галилеи, ну, в самом деле, и еще нигде не учившись, каким же он может быть Христос? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла в нем, о нем распря в народе, и некоторые из них хотели схватить его, но никто не возложил на него рук. Интересно, что хотя мы все-то хорошо знаем, что Иисус на самом деле родился в Вифлееме, но если мы думаем, что тогда работало радио, телевидение, или издавались газеты, или у Иисуса было удостоверение личности, в котором было написано, что он родился в городе Вифлееме, мы, естественно, глубоко ошибаемся. Понятно, что были люди, которые знали, что Иисус из Вифлеема, и это им помогало сравнивать с порочествами Михея. Были люди, которые не представляли ничего и понятия не имели об этом. Были люди, которые вообще не знали, где должно родиться Христу. Отсюда и распря, которая произошла в среде иудеев того времени. Мы продолжаем с вами, и естественно, что в этой ситуации, а теперь представьте себе, значит, распря, возможные бунты, возможные революции. Каждый бунт и каждая революция, они чреваты экономическим упадком. Ну, для тех, у кого ничего нету, им и терять, собственно, нечего, кроме своих цепей. А вот у власть-продержащих и у людей, которым принадлежат богатства, такие революции вызывают серьезное беспокойство. Поэтому, естественно, евреи, придержащие власть и находящиеся в определенных отношениях социальных с римлянами, которые эту власть представляют и укрепляют и удерживают при помощи своих легионов, они должны были найти все возможные пути, чтобы не создавать конфликта между Иисусом и римлянами. Самым простым способом это сделать было схватить его или обвинить его в какой-то религиозной несостоятельности, или, может быть, даже убить. Хотя реального права на официальные казни и на официальные приговоры Синедрион не обладал. Итак, служители, возвратившись к первосвященникам и фарисеям, и сказали им, для чего вы не привели его? То есть мы вступаем в третью стадию уже, когда должны приниматься какие-то меры по отношению к Иисусу. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Никогда человек не говорил, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели же и вы прелестились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Существовали определенные писания, в которых народ невежда сравнивался в буквальном смысле со скотом. Так к нему пренебрежительно относились иудейские или фарисейские начальники. Существует дошедшее до нашего время писание, которое говорилось, что предпочтительнее для первосвященника отдать дочь свою жены быку, я имею в виду быку, животное, чем отдать ее в жены человеку, который происходит из народа. Естественно, может быть, это в какой-то степени преувеличение, но это было написано, это показывало как бы направление мысли. Поэтому основная проблема была не только в том, что невежды, которые не сведущие в законе, идут за Иисусом, а вопрос в том, неужели же и некоторые начальники прелестились. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. Но это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Мы видим определенную эволюцию в поведении Никодима. Сначала он приходит к нему ночью, слушает, недоумевает, размышляет, молится. Здесь же он уже открыто противопоставляет свое мнение, мнению начальника. Пройдет еще какое-то время, мы знаем это из истории, и Никодим станет приверженцем Иисуса. А здесь он пытается его защищать, но ему на это возражают, что, может быть, и ты из Галилеи тоже. То есть более худшего оскорбления для учителя, которым был Никодим, а Никодим раввин, рабан, глава целой религиозной школы, трудно себе представить. Он не возражает им. И Писание заканчивает этот эпизод словами, и разошлись все по домам. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.